МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Говорим и показываем. Родители назвали новорождённого сына Люцифером. Как он будет жить с таким именем? АПЛОДИСМЕНТЫ Все говорят, это кощунство, но им всё равно. В нашей студии мама и папа маленького Люцифера, Наталья и Константин Меншиковы. АПЛОДИСМЕНТЫ Сколько уже вашему малышу? Полтора месяца. Назвать сына Люцифером, это совместное решение? Совместное. Изначально инициатором этого имени был муж. Мы узнали только на 36-й неделе, что у нас будет мальчик. До этого врачи прогнозировали девочку. И муж сразу предложил называть Люцифером. Вы знаете значение этого имени? Да, это светоносный. Буквальный перевод. Вообще-то падший ангел. Да, естественно. Скажите, пожалуйста, если бы была девочка, как бы назвали? Девочку мы назвали бы Микела. Ну а почему бы не назвать мальчика тогда Микель? Почему Люцифер? Ну вы же понимаете, что всё равно у огромного количества людей будет вызывать страх? Это имя? Ваш ребёнок? И неприязнь? И неприязнь. Какие цели вообще преследовали вы? А такое имя необычное придумали? Я назвала его так, с той целью, чтобы быть уверенной, что он как раз-таки выживет в природах и родится здоровым. Вот он. Менщиков Люцифер Константинович. Да. А уменьшительно-ласкательно как Люцик? Люцик. Люц. У вас же нормальные, обычные, созвучные русские имена. Почему вы себе имена не поменяли, если у вас есть какая-то такая тяга к таким необычным, экстраординарным именам? Ну, на самом деле, если я сейчас буду менять имя, это надо будет очень много куда ходить, менять это и в паспорте, получается, и в свидетельстве о рождении. А как вы отнесётесь, если ваш ребёнок через какое-то время, ну, по достижению определенного возраста, там, 14 лет, захочет поменять это имя и сам вот будет, значит, ходить и менять вот эти все документы? Мы не будем ему препятствовать. Он имеет на это полное право, да. Если нашему сыну не понравится это имя, допустим, лет в 10, в 11, он к нам подойдёт, скажет мама с папой. Мне не нравится моё имя. Ну, вы понимаете, вот с чем ему придётся столкнуться, когда он, да, когда он будет... Чтобы решиться на эту просьбу, вообще, в 10 лет, скажем, ну, вот, то есть... Да уже первый век на дворе, очень много. Клички всякие, конечно, это же... Он же в коллективе будет, это море, море всяких вариаций. Ну, как корабль назовёшь, так он и поплывёт. АПЛОДИСМЕНТЫ Допустим, в школе... Беда или победа, да? Что-нибудь случится, лампочка перегорит. Сразу на него все внимание будут обращать. Это сперва шутка будет. Пускай бояться, лишний раз не полезут. Потом это будет на самом деле так. Все будут думать, что это Люцифер делает. А вы умеете, что будут бояться, а не бить. Понимаете, вот в чём беда. А ведь иногда бьют и от страха. А зачем надо, чтобы вашего сына боялись? К сожалению, в нашем мире так проще. Вы хотите сделать его сильнее таким способом? В принципе, да, и в том числе тоже. Вы его так защищаете? Да. Давайте посмотрим, как живёт Люцифер. Вот он, младенец Люцифер. Курносый, разовощекий малыш, родился в срок. Весом 3 килограмма 700 граммов и ростом 54 сантиметра. Ребёнок часто улыбается, несмотря на своё тёмное имя. О, колики начались. Яркие ползунки и пелёнки, светлые костюмчики на выход. Одежду Люциферу покупают такую же, как и другим детям. Никаких чёрных одеяний князя тьмы. Было уже достаточно холодно, поэтому он ещё был в таком комбинезончике поверх конверта. Молодую маму ничуть не смущает, что, услышав имя её сына, Люцифер, все сразу вспоминают пропадшего ангела, дьявола и сатану, из-за которого грозит гибель всему человечеству. Это хорошо, что её сына будут бояться, уверена Наталья. А пока малыш Люцифер познаёт мир, играя в свои кроватки безобидными погремушками. Это уже на постарше, когда он будет брать в ручки. То есть пока на более далёкое будущее игрушек ещё нет. Как такое имя может повлиять на судьбу ребёнка? Вот мнение экспертов. Пока молодые родители мечтают о счастливой судьбе для своего сына Люцифера, антропонимики, это специалисты по нашим именам, делают пугающие прогнозы. По их мнению, у человека с именем Люцифер в жизни не может быть ничего хорошего. Люцифер – это уже погибший человек. Считайте, что через время определённое он может умереть, или с ним, или его будут бесконечно бить, и у него будут стрессовые ситуации. Астролог с антропонимиками согласен и добавляет. Для человека с именем Люцифер каждая шестёрка может стать роковой. Я раскладывал карту имени Люцифер. Оказывается, что этот человек – недолгожитель. И есть очень большая вероятность не перешагнуть цифру шести лет, шести месяцев, шести недель, шести дней, шести часов, шести минут. Очень есть большая вероятность. Детский психолог смотрит на имя Люцифер с чисто научной точки зрения. Люди боятся всего, что связано с дьяволом, а значит, Люцифер будет обречён на одиночество. В школе его будут дразнить, на работу примут с трудом, да и создать семью с Люцифером не каждая девушка решится. Он будет всё время прятаться. Ему будет очень непросто назвать, например, девушке своё имя. Вы понимаете? То есть это нужно такую же будет больную, как его мама найти. Девушку, которая скажет, о, Люцифер, давай с тобой поженимся, и тоже родим какой-нибудь горгон с собой. Ему будет очень непросто. Куда бы он ни пошёл, на работе или где угодно, первая реакция людей, независимо от его внутренних качеств или профессиональных качеств, или личностных качеств, первая реакция будет у себя к этому, конечно, отвержение. Криминалисту тоже есть что добавить. Дети, которых в детстве много дразнят и унижают, часто вырастают агрессивными и рано или поздно начинают мстить за свои обиды окружающим и родителям. Много преступлений на этой почве совершается, в том числе и совершаются убийства детьми своих родителей. Он, скорее всего, пополнит ряды уголовников, пополнит ряды преступников, причём совершающих тяжкие, опасные, чудовищные преступления. Все сходятся в одном. Если родители хотят счастья своему ребёнку, они должны дать Люциферу другое имя. Служители православной церкви советуют заглянуть в календарь именин. Мальчик родился 11 сентября. А 11 сентября – это день памяти Великого Святого Иоанна Претечи. Что родиться в этот день – это тоже не случайно. Всё-таки вы послушали очень много мнений в студии. Вы не передумали? Пока нет, не передумали. Мы подождём. Всё на сегодня. Спасибо, что были с нами. Мы говорим и показываем каждый день. А прямо сейчас – новости на НТВ.